Вы были уже как-то раз у нас в эфире и приятно, что снова к нам пришли. Но вот тема у нас, конечно, безрадостная сегодня. Сегодня Международный День Детей, а вы человек, который с начала войны занимался много волонтерством, занимался много помощью людям и занимался помощью детям. Я вот просто скажу, что у нас есть в России омбудсмен по делам детей, не будем там называть имен, фамилии, но она говорит, что мы там присылаем какие-то гуманитарные грузы, мы детям помогаем, с украинским детям все хорошо, всем помогаем. Что видели вы, о чем можете рассказать вы, вот в каком состоянии сейчас украинские дети и кто им на самом деле помогает? В основном помогают жители Украины, в основном помогают те люди из Украины, которые сейчас живут за границей. Это волонтерская, гуманитарская помощь, волонтерская помощь. Очень много сборов ведутся у нас в стране, они отлично проходят, мы очень много всего собираем и помогаем. Я не думаю, что украинцы смогут брать помощь от россиян. Понятно, что у нас все плохо в стране, но мы гордый народ и то зло и то горе, которое принесла Россия в Украину, никогда, никакая ни помощь, ни оправдание не помогут простить и забыть это. Я вчера лично впервые увидела последствия освобождения нашей страны в городе Гастомель, который находится около 30 километров от Киева. У меня вчера был первый концерт в поддержку военным защитникам, которые все эти 90 дней держали оборону города Гастомель, границу. И, конечно, я второй день уже просто молчу, я не могу ничего делать, я даже сегодня осталась дома, потому что это, вы просто не представляете, ребята, нету ни одного целого дома. Разрушен полностью город, в каждый дом прилетело что-то, просто все виды оружия, вот ты просто можешь увидеть. Сюда мины, сюда осколки, сюда грады. У нас была даже импровизированная гримерка, которая была полностью обстреляна осколками, разрушена все. Поэтому я очень люблю День защиты детей, это один из моих любимых праздников. Конечно, хочется, чтобы все дети во всем мире жили, все дети во всем мире были здоровы и могли дождаться какого-то светлого будущего, исполнить свои мечты. Но что делать с теми детьми, которые пострадали просто от рук русских солдат и не только от рук? Вы даже не представляете, сколько детей изнасиловали, покалечили. Вся статистика есть, и это все можно увидеть официально. К сожалению, мы это все видим и читаем, мы это все знаем, и я хочу, чтобы вы тоже знали о том, что русские, которые пришли сюда освобождать, они наделали столько горя, что День защиты детей должен быть каждый день, не только Первого июня во всем мире. Во всем мире должны знать, какое зло сделали русские. Дарья, может быть, такой немножко эмоциональный вопрос, но как вы думаете, а почему они идут на эти зверства? То есть это моральное разложение, это просто низкий интеллект, это... Вы знаете, нет у меня ответа на этот вопрос. Я... У меня очень много было вариантов и мыслей о том, почему люди могут насиловать двухмесячных детей, десятимесячных детей, как они могут насиловать маму на глазах у двух твоих деток, как они могут насиловать и издеваться над старичками, бабушками, дедушками на глазах у внуков, у детей, убивать, издеваться. Для меня это просто моральный облик тех людей. Я никогда не была каких-то зверских взглядов по поводу национальности или еще чего-то, но вот эти вот буряты и так далее, которых здесь зафиксировали на территории Украины, это же люди, которые наполняют Россию, чеченцы, буряты, которых точно миллион процентов зафиксировали, и здесь это все отслеживается, их находят, их знают, как их зовут. Это люди, которые сделали такого масштаба зло, и они возвращаются домой к своим женам, к своим детям, они, наверное, их укладывают спать, они, наверное, им привозят какие-то подарки, при этом убивая украинских детей. Мне очень сложно представить вообще, как выглядит слово «русский солдат», потому что для меня русский солдат – это вор, это убийца, это маньяк, потому что здоровый человек такого, как натворили русские солдаты в Украине, сделать не может. Военный, когда ты слышишь слово «военный», ты себе представляешь, это сильный мужчина, который прошел обучение, который защищает свою родину, который добивается каких-то положительных результатов, защищает кого-то, мы всегда так представляли военных. Нас всех, мы все были когда-то детьми, нас учили, там, не раздави жука, не сорви листочек, помогай стареньким, уважай детей. Чему учили русских солдатов? Скажите, пожалуйста. Кто их научил? Кто научил их вот так поступать? Да, мы себе представляли русского солдата, ну, каждый из нас видел, но мы не думали, что, дойдя до Украины, они превратятся в каких-то там адовых чудовищах, какой-то действительно ад, который живет в каждом. Слушайте, а вот я хотел по поводу ада спросить, нашумела фотография, она была там и у вас в Инстаграме, и было различных СМИ, вот вы держите какой-то снаряд, и там написано «от Даши Астафьевой». Ну, то есть, вы меня за время войны удивили два раза. Первый раз, когда стали волонтером, а второй раз, когда увидел эту самую фотографию. То есть, ну, я давно вас знаю, я такой, да, Астафь, вот такой улыбчивый, добродушный человек. А тут, ну, во-первых, волонтером я удивился, что девушка, извините, из мира гламура, может пойти волонтерить и чистить картошку. А второй раз увиделся, думаю, ничего себе, Дарья вот так вот, Дарья и, не знаю, какие-то военные снаряды. У вас нет ощущения, что вы как-то озлобились совершенно жутко за время войны? И нет у вас ощущения жути от самого себя, что вот у вас тоже такая злость открылась? Ребят, озлобился бы каждый человек, в страну которого бы пришли убивать. Здесь же не приходят делать какие-то добрые дела или с какой-то миротворческой миссией. Сюда приходят намеренно убивать людей. Я не знаю, что говорят в России, зачем сюда приходят, но мы каждый день слышим, как приходят убивать и видим. Я до последнего старалась заниматься какими-то женскими делами. Чистить картошку, мыть полы, помогать людям, делать какие-то сборы. Я вчера увидела абсолютно разрушенный город, который находится в 30 минутах от места, где я живу. Я не знаю, как это развидеть, как это забыть. Люди не прекращают возвращаться в дома, которые с разрушенными крышами. Посмотрите мой последний пост в Инстаграме. Вы, возможно, не поймёте, что я написала там, потому что я написала на украинском языке. Но вы очень чётко можете увидеть то, что я сфотографировала на свой телефон. Это дома, которые просто в аварийном состоянии. Это люди живут сейчас, сегодня и вчера. Они возвращаются из-за границы, потому что люди хотят жить дома. Люди хотят воспитывать детей в своей стране. Конечно, украинский народ озлоблен. Я озлоблена. И есть пара людей, которым мне хочется начистить морду. И я это обязательно сделаю, если я их увижу. Конечно, я озлоблена. Да, я гламурная. Я там зайчик плейбоя. Но вы не представляете, в каком состоянии сейчас украинский народ. Просто я никогда в жизни не думала, что я буду желать кому-то смерти. Я никогда в жизни не думала, что вместо утренней и вечерней молитвы я буду засыпать со словами, чтобы сдохли все, кто сюда идут освобождать. И чтобы, наконец, сдох этот Путин. Может, я, конечно, не очень дипломатично сейчас выражаюсь. Пусть сдохнет Путин, а срочно присоединяйтесь, подписываюсь. Да, вместе с вами. Конечно. Ты что-то хотела спросить? Да, я хотела сказать, во-первых, пусть сдохнет Путин, все так. А во-вторых, вы сказали про то, что не знаете, что говорят по российскому телевидению, как это оправдывают, вот эту спецоперацию так называемую, которая на самом деле ужасная кровопролитная война. Очень все просто. Путин говорит, что мы идем украинцев освобождать от нацистов, от неонацистов и от Зеленского, который, значит, терроризирует детей. И вот в связи с этим я еще хотела уточнить. Тема про детей сегодня главная. И просто какой-то ужас, я не знаю, у меня буквально слезы на глазах наворачиваются, это когда я читаю, потому что полномочная по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сказала, что с начала войны в Россию вывезено более 234 тысяч украинских детей. И у меня просто ни в каком, никак не уменьшается этот цифр в голове. Я слышала, что вы говорили, я считаю, что обязательно этих детей должны вернуть. Я считаю, что это такое же преступление, как убивают на территории Украины, русские убивают украинцев, это такое же преступление вывезти украинских детей на территорию России. Это жители Украины. У нас свое государство, у нас свои законы. Такого варварства, которое происходит сегодня в Украине, мне вообще кажется, не знал мир. Ну, то есть, по сути, берут в плен, может сказать, украинских детей. Это же первый мир, что происходит, да. Вы посмотрите, берут в плен города, включают связь, не дают воды людям. Вы вообще представляете, что это? Да это же просто геноцид. Согласен с вами, согласен с... Я не могу успокоиться, потому что все мои друзья, которые живут в России, их как будто, блин, поразил какой-то вирус. Они все говорят одно и то же. Ну, ты же понимаешь, все неоднозначно. У нас же тоже, у нас же совсем другое говорят. Да что говорят? Откройте окно. У вас стреляют, вы слышите взрывы. У вас разрушен город. У нас разрушили все. Да, у нас были проблемы какие-то, но мы их могли решить. Мы занимались, у нас новое правительство, молодое, которое занимается постоянно. У нас столько хороших изменений. У нас жизнь пошла лучше. Началась нормальная жизнь. Понимаете? Пришли освободители и просто все растоптали. Я сейчас, простите, говорю на эмоциях, но на вопрос, где вы были все эти 8 лет. Что вы сделали за эти 8 лет? Что в Донбассе и в Луганске за 8 лет произошло? Кроме того, как его разрушили и продолжают разрушать. Если вы его завоевали и захотели его захватить, так сделайте там что-то. В Крыму что произошло? Там навели порядки. Там живут зомби. Я вижу своих друзей, которые живут в Крыму. Это зомби. Точно так же, как и русские. Мои друзья, которые живут в России, это зомби. Они мне говорят, ты что, видела, как насиловали этих женщин и убивали детей? У меня больше нет вопросов. Спасибо. Подписывайся по каждому ваше слово. Очень многое расходит с этим мнением, что нельзя думать, что вся Россия такая. Но вот в такие моменты, когда вы обращаете внимание, привлекаете нас к возможности быть услышанными, у меня в теплице какая-то надежда, что не все такие. И что есть люди, которые не согласны с этой властью, есть люди адекватные, потому что все остальное — это просто неадекват, полный. Делать вид, что вы не знаете, и продолжать молчать. Делать вид, что я не знаю, сколько денег платят этим людям, но никакие деньги не стоят детских жизней. В жизни и тех людей, разрушенных судеб, которые просто навсегда... Я не знаю, как эти люди будут жить. Я каждый день слышу ужасные истории, каждый день вижу новые и новые новости. Я не знаю, как с этим жить. Я не знаю. И уезжать отсюда мы не можем. Вы не должны уезжать от этого. Потому что это наше дело. Они пусть уезжают, те, кто сюда пришли. И уезжать отсюда мы не можем. И здесь жить и видеть это — это невозможно. К сожалению, у нас такая судьба, у нашего поколения. Воевать, защищать свою родину, восстанавливать потом страну. Спасибо большое за то, что вы говорите о нас. Обращайте внимание и за вашу позицию. Спасибо вам большое. Вы настоящие люди. Спасибо огромное, что вышли к нам. Спасибо, что были до нас в эфире. И вам сил, терпения и, конечно же, успехов. Спасибо. 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 Спасибо.